Сниду тву адживе, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аск Богу возвах, и Господь услышам, я вечер, и заутро, и полудни повем. И возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душам от приближающихся мне. Яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог, и смирит я сый прежде век. Не избоим изменения, к неубоящийся Бога, простри руку свайного сдаяния. Аскверниша завета Его, разделишись от гнева лица Его и приближившиеся сердца. Умякнувши от славеса их пачи, и леет осуть стрелы. Возверзена Господа печаль Твоя, Той Тя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведеши их суденец истления, мужей кровельсти не приполовят дней своих. Аж же, Господи, уповай на Тя, живы в помощи Вышнего, в крови Бога небесного водвориться. Речи от Господи Ве, заступник мой Иси, прибежище мое, Бог мой, уповай на него, я готов избавить от сети ловчи. И отслови себе мятежно, плечма своим осенитя, и под крыльей гонодейшися. Оружием обыдетя истинно, и гоня, убоившись от страха ночного, от стрелы летящие во дни. Отвечи в отме приходящие, отстряющие беса полуден, ногу подет от страны Твоя тысяча. И тма одесной Тебе, к Тебе же не приближится. Убача, чима Твоем осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего, положил Иси, прибежище Твое. Не придет к Тебе злой рано, не приближится Телеси Твоему, я к ангелам Своим заповесь, а Тебе сохраните Тебя во всех путях Твоих. На руках возму тяда никогда приткнешь, а камень ногу Твою наспида Василиска наступишь. И поперешь льва и змея, яко на мя уповая, избавлю и покрыю, яко познай имя мое. Воззовет ко мне, услыши Его, с ним есть он скорби из мой Его, и прославлю Его. Долготой дни исполни Его, и влюй ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, игда снишел Ииси к смерти в животе бессмертной, тогда от умертвил Ииси блистанием божества, игда же умерший от преисподних воскресил Ииси. Вся сила небесная в зываху жизнодавчий Христе Божий наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воспоим вернее благодетеля всех Бога, прославшего святые Своя, молитвами и подвиги землю Волгоградскую осветившая и образ благочестия нам явившая, тех молитвами Христе Божие спаси души наши, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь, яко неимам и дерзновение за премногие грехи наши, ты же от Тебе родшегося, моли, Богородица Дева, много поможет моление Матерни ко благосердию Владыки, не презри грешных мольбы и всечистая, яко милости въесть, и спасти, моги же, и страдать о нас изволивы, и скоро до предварятные щедрота Твоя, Господи, яко обнищах вам зело, помази нам, Божие, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши, имени ради Твоего, Святый Божие, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Божие, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Божие, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь, Отче наш, и же исти на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небеси, на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть Царство и Сила и Слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь, воскресывайся от гроба, всесильный спаси, от увидев чудо уже сеся, и мертвей вас наша, отварь же видяще срадуется Тебе, я дам свеселиться, и мир спаси мой воспевает Тебя присно. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Душа наша, освятительница, очисти, помышления, исправи, мысли очисти. Избави нас со всяких скорбей, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы. До ополчения мы их соблюдаем и наставляем и достигнем в соединении веры и в разум неприступной Твоей славы. Яко благословен Иисей во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения с Серафим, без истления Бога, Слово Рожде, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господней, Высокопреосвященнейший, Владыка, благослови. Молитвами святых отец наших и владыки нашего, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. И всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец нашей, в славе сайле помышления лукавствия. Но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие. И ежа от Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущного, зрячий света. Непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу. С единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом. Ныне и пресно, и во веки, и веков. Аминь. Благослови, Высокопреосвященнейший Владыку. Благослови, Матцарство, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки, и веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. По слышнем мире и спасении души наши, Господу помолимся. Господи, помилуй. По мире всем, по миру, по настоянии святых Божьих в церкве и соединений всех. Господу помолимся. Господи, помилуй. По святим крови, сел и святым благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь. Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине и Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине, Высокопреосвященнейшем Митрополите Павле, и о Господине нашем, Высокопреосвященнейшем Митрополите Феодоре, О преосвященных Митрополитех, архиепископе и епископе, в честнем пресвитерстве, во Христе, дьяконстве, всем причты людях. Господу помолимся. Господи, помилуй. О благохранимей стране, нашей народе, властях и воинствия, Господу помолимся. Господи, помилуй. О гради сердца, в гради стране, верою живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении его с духом, а изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О гради, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Вы избавитесь от всяких скорбей, гнева и нужды. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Сохрани нас, Боже, твоею благодатью. Господи, помилуй. Пречистим ты, Бога, слава и обличицу, нашу Богородицу и пристадеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. С Тебе, Господи! Якова, Тебе, всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присло, и во веки веков. Аминь. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Душа моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святой Его. Благослови, Душа моя Господа, и не забывай всех воздаяний Бог, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего гладицы и неживот Твой, венчающего Тебя милости ищет ротами, исполняющего во благое желания Твое, обновите я гордость Твоя. Благослови, Душа моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святой Его, благослови, Душа моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его. Благодаря вас с воскресным днём микрофона, протерей Алексей Маслов. С особым трепетом сегодня верующие собрались в сердце нашей с вами Волгоградской земли, в соборе святого благоверного князя Александра Невского, чтобы впервые молитвенно почтить память всех святых в земле Волгоградской просиявших. Аминь! Яко Твоя держава, и Твое царство, и силы, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и пресна, и во веки веков. Аминь! 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 Боли, душа моя Господа, Бог, Свою Господа, в животе моем, по и Богу моему дон, ниже есть. Не дадите всянок, мятен, но сыны человеческие, я, ниже не спасения. И извините Духи, но и возвратится в землю свою, кто не погибнет вся помышление его. Блаженному же Бог, грабы помощники Бог, уповодни ему на Господа Бога своего. Слава вашему небу и землю, мой листя я живник, хранящего истинно век, хранящего суд обидимым, да ищего пищу волчущим. Господь решит окованные, Господь умудряя сердцы, Господь возводит незверженные, Господь любит прадедники, Господь хранит пришельцы силы и добрые имя, не путь грешных погубит. Слава вашему небу и святому Богу, и ныне признаю во веки веков. Аминь. В данный момент богослужения исполняется гимн Единородной Сыни, Слове Божией Бессмертен Сын, который был написан императором Юстинианом для того, чтобы полно раскрыть учение о Спасителе и Господе нашем, Иисусе Христе. Музыка и романаха Нафанайла богослужебное песнопение исполняет хор Кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского под управлением Марии Викторовны Зимовец. Музыка и романаха Нафанайла Милый, сохрани нас, Божие, Твоей благодатью. Господи, праздни, 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 Владычицу нашу Богородицу и фрисной Деву Марию, Со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, И весь живот наш Христу Богу предадим. Музыка и романаха Нафанайла богослужебное песнопение Блаженник, блаженник, ищи руку, Я против нецарство небесное, Блаженник, плачущий, я против нецарство. Сейчас мы слышим, исполняется третий антифон «Во царстве Твоем помяни нас Господи», где перечисляются все заповеди блаженства, оставленные нам в Новом Завете самим Спасителем и Господом нашим Иисусом Христом. И в этот момент богослужения совершается малый вход. Блаженник, блаженник, ищи, 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 Боженник, ищи, 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 ищи. Мы видим, как священнослужители торжественно из алтаря выносят Святое Евангелие. ПЕСНЯ И сейчас все священнослужители будут перемещаться в святой алтарь. Мы видим, что митрополит Павел, который сегодня возглавляет торжественное богослужение, патриарший наместник Московской епархии, митрополит Крутицкий-Коломенский осенил всех верующих светильниками, которые состоят из двух и трех свечей, что собой символизируют три свечи Пресвятую Троицу и две свечи, две природы Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Совершаемое вхождение во святой алтарь символизирует собой наше непрекращающееся устремление и движение к Царству Небесному в Горний мир, где никогда не прекращается словословие и пение Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Митрополит Павел совершает хождение молящихся в алтаре духовенства, молящихся прихожан в соборе, в храме. В это время хор исполняет торжественное песнопение «Испола эти деспота», что с греческого языка переводится на «многое лето владыка». Мы с вами услышим несколько молитвословий, исполненных на греческом языке, поскольку Русь святая была просвещена верой Христовой от Византии, богослужебным языком Византии являлся греческий язык. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас хор исполняет пение тропарей. Тропарь в Православной Церкви – это одно из кратких молитвенных песнопений, в котором раскрывается суть праздника, прославляется и призывается на помощь Священное Лицо, или в данном случае целый Собор Святых в земле Волгоградской просиявших. Сначала был исполнен тропарь воскресный, прославляющий воскресение Христова, и сейчас мы слышим, исполняется торжественно тропарь святым в земле Волгоградской просиявших. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И когда отрок это поведал людям, то народ, собравшийся, добавил к этому пению чудному следующие слова «Помилуй нас» И с того времени этот гимн вошел в чин божественной литургии, поскольку после этого молитвенного пения прекратилось землетрясение. Мы видим, что митрополит Лонгин, Симбирский и Ульяновский выходят на благословение народа, держа крест и дикирий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Данная часть Божественной Литургии именуется Литургией Оглашенных потому что за этим за этим богослужением присутствуют люди которые особенно готовятся принять святое крещение и стать православными христианами так было в Древней Церкви или еще можно назвать что это богослужение часть богослужения служение Слова потому что проповедуется Слово Божие после прочтения апостольского отрывка следует чтение Евангелия внимательно с вами его послушаем ПЕСНЯ 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 Мы услышим святого Евангелия мир всем, и ухо и ухо мы можем слышать возглас мир всем. Это преподается мир всем верующим, мир в душе, чтобы у всех было мирное состояние для слышания Слова Божия, для участия в богослужении. Слава Тебе! 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 ревностью, усердием. И на каждое прошение хор трижды отвечает «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». Во время этой ектинии мы слышим молиться об архиереях, которые совершают сегодня эту божественную литургию, о духовенстве и о всех молящихся в храме. Сегодня это богослужение совершают сон архипастори, высокопреосвященнейший Павел, митрополит Крутицкий и Коломенский, патриарший наместник московской митрополии, глава Волгоградской митрополии, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, архиепископ Иристинский и Калмыцкий Юстиниан, епископ Александровский и Юрьев Польский Иннокентий, епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Паласовский Иоанн, и сон духовенства Волгоградской митрополии и гостей, которые прибыли разделить радость сегодняшнего торжества с Волгоградцами. Песня «Волгоградской митрополии и гостей, спасение, посвящение, прощение и оставление грехов рабов Божьих, братья и святого, крабости, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, паспорт. Песня «Волгоградская митрополии и гостей, numerуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, памилуй, ПЕСНЯ 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 Каждая их тенья заканчивается возгласом, прославляющим Пресвятую Троицу. ПЕСНЯ Сейчас мы с вами слышим молитву о Святой Руси, которую возносит митрополит Павел. ПЕСНЯ 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 Ищи херувимы тайнообразующие, и животворящие троицы тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим покучение. Сейчас начинается пение херувимской песни, одно из главных песнопений Божественной Литургии. Текст херувимской песни был составлен в VI веке византийским автором. И же херувимы очень красивое протяжное песнопение и символизирует собой пение ангелов у престола Божия. Звучит Сафроньевская херувимская песнь Павла Чеснокова. Херувимская песня разделяется на две части, и разделяется она великим входом, во время которого совершается перенос приготовленных для приложения святых даров хлеба, просворы и вина, которые станут честной кровью и телом Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Великий Вход символизирует собой шествие Спасителя на крестные страдания для искупления рода человеческого от греха и смерти. Спасителя на крестные страдания для искупления рода человеческого от греха и смерти. Спасителя на крестные страдания для искупления рода человеческого от греха и смерти. Спасителя на крестные страдания для искупления рода человеческого от греха и смерти. Спасителя на крестные страдания для искупления рода человеческого от греха и смерти. Увидим, насколько прихожане умиленно, вдохновенно молятся. И в этот момент все верующие поминают о здравии своих родных и близких, знаемых, и также молятся об упокоении усопших православных христиан. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Вообще стоит сказать, что слово «алтарь» в переводе с латинского языка означает «возвышенный жертвенник». То есть все находящиеся в храме, молящиеся, видят его на возвышение, и это престол, жертвенник, на котором будет уже скоро приноситься бескровная жертва тела и крови Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Далее следует ектинья, которая называется «просительная». Просительная, потому что прошение, которое произносит дьякон, заканчивается пением хора «Подай Господи». В этой ектинье испрашивается все необходимое не только для нашей земной жизни, но самое главное, мы просим подать те блага и принять нас в жизни вечной в Царствие Небесное. Песня «Подай Господи» Песня «Подай Господи» Песня «Подай Господи» Песня «Подай Господи» Чедротом единодородного Сына Твоего, с ним же благословен яси, сопре святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. И свидетельством того, что люди на богослужении присутствуют, верующие православные христиане, является совместное исполнение православного символа веры. И свидетельство того, что люди на богослужении присутствуют, верующие православные христиане. Вселенских соборов является неотъемлемой частью православного богослужения Божественной Литургии. И страдавшая, и погребенная, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего, одеснуется. И паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. И внука святого Господа, животворящего, и живет Отца исходящего, и живет Отцем и Сыном споклоняемо, и славима глаголом, живопророки. Далее за исполнением символа веры следует евхаристический канон, важнейшая часть сердцевина, главного православного богослужения Литургии. Во время евхаристического канона совершается чудо притворения хлеба и вина в тело и кровь Христовы, святые дары, которые затем верующие вкушают в таинстве причастия. Евхаристия в переводе с греческого означает «благодарение». В молитвах евхаристического канона выражена благодарность Богу за создание этого мира и промысел о спасении человека. В них вспоминается тайная вечеря, во время которой Иисус Христос совершил первое в истории причастие. Хор исполняет «Милость мира» композитора Павла Чеснокова. Хор исполняет «Милость мира» Благодарим, Господа! Благодарим, Господа! И кровь Христовы совершается не только по молитвам священника, но и по молитвам всех верующих, собравшихся в храме. Поэтому недаром литургия переводится с греческого языка как «общее дело». Победную песнь поющая, вопиющая, взывающая и глаголющая. Семей мы блаженны! Рассказь, Господь! 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 Второе славное паке пришествия! Твоя от Твоих Тебе приносящая, а все изо всех! Рассказь, Господь! Рассказь, Господь! Рассказь, Господь! Господи, благослови нас, благослови нас, благослови нас. И молимся, благослови нас, благослови нас, благослови нас. После усердного моления о том, чтобы Господь не спасал Духа Святого, сотворил тело и кровь Христову, притворил хлеб и вино в истинное причастие тела и крови Христовой и очистил наши души. И вот все совершили земной поклон, как перед самим уже живым Спасителем и Господом нашим Иисусом Христом. И на престоле, в чаше и на дискосе находятся истинные тела и кровь Христовы. Господи, благослови нас, благослови нас, благослови нас. Сейчас прозвучит песнь, достойно есть, прославляющая Пречистую Деву Богородицу, послужившей великой тайне Боговоплощения Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. И также в этот момент все верующие упоминают о здравии живых, дорогих и близких сердцу людей и молятся об упокоении усопших своих, родных, близких и вообще всех от века усопших православных христианах. Благослови нас, благослови нас. Беличание, величание, величание. Бермания, Господи, великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси И Господина Высокопреосвященнейшего Феодора Митрополита Волгоградского и Камышинского Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные Их же даруй святей Твоей Церкви В мире цело, честно, здраво, долгоденствующее Право правящее слово Твоей я истинный Память Господи и Господина Высокопреосвященнейшего Павла Митрополита Крутинского и Коломенского Патриаршего наместника Московской митрополии Его же даруй святей Твоей Церкви В мире цело, честно, здраво, долгоденствующее Право правящее слово Твоя истинный Песня, истинный И дашь нам единим и усты, единим сердцем Славите, воспевайте, причесное великолепое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа Ныне и присно и во веки веков Аминь И да будут милости великого Бога И спаса нашего Иисуса Христа Со всеми вами И сладок от Твоего Тебе предлагаем живот наш вес и надежды Владыка Человека Лючий И просим, и молим, и мили сидеем Мы слышим снова просительную ектинью, которая нас подготавливает уже к принятию святого причастия Начинается словами Вся святая поминувшая, паки и паки, миром Господу помолимся Стоит отметить, что в Древней Церкви святыми именовались все православные христиане Апостол Павел уже в своих посланиях называет христиан святыми То есть, к чему должны мы с вами, православные христиане, стремиться Господи, Господу помолимся Господи, помилуй Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью Господи, помилуй Дни всего совершенно, свято, мирно и безгрешно У Господа просим Падай, Господи Ангела мирно, верного наставника, хранителя души телес наших У Господа просим Падай, Господи Прощание, оставление грехов и грешений наших У Господа просим Падай, Господи Добрых и блесных душам нашим Мира, мирови У Господа просим Падай, Господи Прощание, время живота нашего В мире покаяния и скончания У Господа просим Падай, Господи Христианские кончины живота нашего Безболезненные, непостыдные и мирные И доброго ответа нас страшным Судище Христове просим Падай, Господи Суединение, вера и причастствие Святого Духа и спросившее Сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу принадим Тебе, Господи Исподоби нас, Владыко С одерзновением неосужденно Смейте призывать Тебе, Небесного Бога Отца Сейчас будет один из любимых моментов Верующих людей Соборное, то есть совместное пение Как едиными устами и единым сердцем Молитвы Господней Отче наш Почему она называется Господня? Потому что сам Христос на просьбу Своих учеников, апостолов Научить их молиться Сказал им, молитесь так И преподнес им молитву Отче наш И не введи нас в искушение Но и с нами нас оттуда Я, Бог, Твои и Сарства, и Силы, и Слава Отца и Сына и Святого Духа Ныне признай во веки веков Аминь Мир всем Вину Твою Твоему А вы, Ваша, Господь, век, преклонись Всем Себе, Господи И благодаря ищи народ Один человеколюбием Единородного Сына Твоего С ним же благословен Иси Со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом Ныне и присно и во веки веков Субтитры создавал DimaTorzok Раздробляется и разделяется Агнез Божий раздробляется Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз важный момент Задуматься, насколько наша жизнь Крещенного православного христианина Соответствует этой святости Сейчас в алтаре будет Дробиться тело Христова На каждого священнослужителя На каждого причастника Кто присутствует в храме Будет совершаться в алтаре Сначала причастие священнослужителей Архипасторей, пастырей И затем уже будет причастие прихожан О, преслата, ночь, твое священнослужителей Веси на земле радость Весь, Господь, сиял память всех Богоградских святых Вот ангелы с лобами речаются Мы видим, что на середине храма На аналоях находится образ Воскресения Христова И вот перед нами чудный образ Икона собора всех святых В земле Волгоградской просиявших Память которых сегодня Мы впервые молитвенно отмечаем За последние несколько лет Наша Волгоградская епархия Волгоградская земля Пережила несколько очень важных По сути дела исторических событий В 2021 году мы отмечали Юбилей 800-летия со дня рождения Святого благоверного великого князя Александра Невского 760-летия основания Сарайской епархии 30-летия основания Волгоградской епархии И, конечно же, освящение Воссозданного величественного Собора Святого благоверного князя Александра Невского Где сейчас и совершается Это торжественное богослужение Совсем недавно мы с вами Совершили, приняли участие В важном событии Перенесения мощей Священномученика Николая Попова Из Свято-Духовского мужского монастыря В стены Кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского И вот сейчас совершается Память всех святых В земле Волгоградской Просеявших И в жаль Просеявших И в святых земли Волгоградских Просеявших И в святых благоверных Князем Александром Зады Господа Уморяет Престол А царя Несколько слов Хотелось бы сказать О самом Кафедральном соборе Святого благоверного князя Александра Невского Поводом для возведения Этого собора Стала страшная Катастрофа Царского поезда 17 октября 1888 года Во время которой Погибло множество слуг И охранников Царской семьи Узнав о чудесном спасении Александра Третьего И его семьи Царицинская Городская дума 22 октября 1888 года Приняла решение Увековечить события Постройкой На базарной площади Собора Во имя Святого благоверного князя Александра Невского Небесного покровителя Императора В воскресенье 22 апреля 1901 года После поздней литургии В Успенском соборе Состоялась Закладка Нового собора От имени Епископа Саратовского И Царицинского Иоанна На закладке Камня Присутствовал Его викарий Епископ Вольский Гермоген Долганов В целом Строительство Собора Было закончено Только в 1916 году Освящение Кафедрального Собора Состоялось 19 мая 1918 года Высота Собора Составляла 57 метров Длина 51 А ширина 42 Прекрасный Храм Считался Одним из Самых Величественных В Поволжье Великолепно Просматривался Со всех сторон Города Был виден Во всей Своей Монументальной Монументальности Даже С проплывающих По Волге Судов Но К сожалению Просуществовал Собор Недолго Большевики Большевики 10 апреля 1921 года Арестовали Протирея Алексея Лебедева А 21 апреля И бывшего Настоятеля Собора Иерея Иакова Горохова 31 мая 1921 года Оба Священнослужителя Были Расстреляны Как и Многие Другие Исповедники Церкви Русской Осенью 1929 года Собора Сняли Кресты Заменив Их Красными Флагами 21 марта 1932 года Собор Взорвали В 90-х годах Прошлого столетия Митрополитом Болгоградским И Камышинским Германом Было Принято Решение О Воссоздании Собора В честь Святого Благоверного Князя Александра Невского С именем Которого Связано Образование Православной Епархии На Волжских Землях В 1261 По ходатайству Святого Князя Была создана Сарайская Епархия Располагавшаяся На территории Современной Волгоградской Митрополии 3 февраля 2003 года В честь Празднования 60-летия Победы В Сталинградской Битве Митрополит Герман Осветил Закладной Камень Строительные Работы Начались В 2016 Году Все Наружные Габариты Собора Соблюдены С точностью Которую Позволяет Выдать Цифровая Модель 12 сентября 2017 Года В Троящемся Соборе Впервые Была Совершена Божественная Литургия 23 ноября 23 ноября Года Молебном Перед началом Всякого Доброго Дела Было Положено Изготовленные В Липецки Величественные 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 Храм Стал сердцем Волгограда И поистине Жемчужиной Поволжья 19 сентября 2021 года Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл Совершил Чин Великого Освящения Собора Александра Невского Волгограде Песня Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, поздравляю всех вас, братья и сестры, с Днём Собора всех Волгоградских святых, с этим Днём Ангела Земли Нашей. Историки говорят, что проповедь перед причастием произносит священник Виктор Кириченко, настоятель Свято-Владимирского храма города Волгограда. И уже в 8 веке здесь, в наших краях, когда это была территория Хазарского Каганата, уже существовала епархия. Остильская епархия. В нашей земле в середине 9 века пришли равноапостольные Кирилл и Мефодий, просветители славян. Они шли крестить Хазар, и 200 семей покрестили. Они на обычном, нормальном, на ясном языке Хазарам, которые жили вот в наших краях, объяснили веру христианскую и способствовали тому, что прекратилось гонение на местных христиан. Сегодняшний день праздник, но праздник новый. Обычно дни памяти святых покровителей града нашего мы празднуем по отдельности, каждый в свой день. А сегодня первый раз всех вместе. И в главе этого сонма волгоградских святых находится благоверный великий князь Александр Невский. Человек великой жизни. Человек, который жил в очень трудное время для нашей Родины. Это было время раздора русских князей. Это было время татаро-монгольского завоевания и разорения Руси. Это было время нападения крестоносцев с запада. И святой благоверный князь Александр Невский явил не только великие победы, чем мы ему благодарны, будут потомки до конца дней своих благодарны, но явил еще духовный подвиг, подвиг правильного выбора. Он уразумел духовно опасность, которая нависла над Родиной нашей. Он не боялся восточных завоевателей, потому что понимал, ни их религия, ни их культура не несут себе угрозы для русского народа. Восточным завоевателям нужны были русские деньги, и все. Поэтому благоверный князь не ссорился с золотоордынцами. Он добрым словом их усмирял, чтобы они не пошли вновь на Русь. А вот когда с запада пошли закованные в броню крестоносцы, и тогда святой понял о том, что не только русские деньги и дань им нужна. Им нужна русская душа, русская вера. И поэтому он понял, что с ними договариваться не будем, их будем бить, их будем побеждать. Так вот и получилось. И вот представьте себе, братья и сестры, насколько промыслительно потом случилось, когда с течением времени, несмотря на то, что Русь была временно в рабстве у Орды, она все-таки получила великую духовную свободу, она получила величие и государственное. Так что русский народ стал хозяином великой, громаднейшей территории, территории 1-6 части суши. Одним из великих свершений святого благоверного князя Александра Невского вместе с митрополитом всей Руси Кириллом было образование в наших землях, в низовьях Волги, Сарайской епархии. Епархии громаднейшей, которая простиралась от Каспийского моря до Днепра, от Рязанских земель до Кавказа. И тамошние епископы, наши епископы сарайские, кроме духовного попечения о людях, исполняли еще государственные дела. Это были люди, которые связывали между собой и монгольских ханов, и русских князей. Это люди были, которые связывали, были посредниками между Ордой и Русью. Это были люди, которые были посредниками между Ордой и Византийской империи. Эти люди, архиереи сарайские, были ближайшими помощниками московских митрополитов. Но самое главное дело их было, это прежде всего духовное окормление здешних князей, которые томились в Орде. Тысячи русских людей, находящихся в плену, в рабстве у ордынцев. Сарайские архиереи открывали храмы, проповедовали Слово Божие, благо тому, что монголы были очень веротерпимы. И вот представьте, русские люди, находящиеся здесь в плену, словно на реках вавилонских, могли воспеть песнь Господню. И в этой темной стране, в темно-духовной стране, воссияла заря света евангельского. Впоследствии так получится, что золотоордынские ханы будут присматриваться и поймут в том, что не победили они Русь. Русь крепка в духовном своей крепости, что русские воины очень сильные, и тогда сами стали искать союза с русскими воинами, с русскими князьями. И так получилось, что здесь, в Орде, жил могучий воин, праведный князь Феодор, которого настолько полюбил великий хан со всем своим семейством, что, несмотря на то, что Феодор был данником его, отдал дочку свою, и дочь его была крещена с именем Анна. И впоследствии у Феодора и у Анны родились дети. И Давид и Константин впоследствии будут причислены и к лику святых прославлены, как святые вместе со своим отцом. Свет евангельского благовестия касался уже и сердец вот этих золотоордынцев. Вот представьте себе такую ситуацию. Приезжает из Ростова великого епископ Кирилл, человек, который мирил гордых надменных князей. И он Батыю рассказывает, а приезжает по своим каким-то церковным делам и рассказывает о великих чудесах, о множестве чудес, которые происходят от гроба святителя Леонтия Ростовского за 200 лет до этого скончавшегося. А впоследствии, когда через несколько лет у хана заболеет сын, и когда прославленные восточные врачи не смогут ничего сделать, они вспомнят про этого епископа и вызовут его срочно, и он пойдет исцелять, отслужит молебен, покропит святой водой. И вот больного, которого не смогли на ноги поставить, вот эти прославленные врачи поставят сила Божия. И вот когда он будет возвращаться в свой город, то на пути уже в русских землях он встретит юношу, который был племянником великого хана, который был правнуком Чингисхана, юноша Даир, который сказал, «Отче, я хочу быть христианином!» И он отправился из столицы Золотой Орды в разоренные русские земли, чтобы там жить по-христиански. И впоследствии его крестили, и вошел он в историю как Петр, царевич Ордынский, праведной святой жизни, который выстроит монастырь, который по смерти своей супруги станет там монахом, а впоследствии его дети и внуки будут защищать город от татар-монголов, от своих, получается, родственников. Множество святых угодников Божьих на нашей земле, братья и сестры, за вот эти годы, которые прошли на нашей Волгодонской земле, разрушались города, разрушались, становились и разрушались целые государства. Земля наша полита кровью наших воинов и кровью святых угодников Божьих. Их множество, великое множество, которых мы знаем, которых не знаем, они все разные, но что их объединяло? Их объединяло прежде всего это серьезное отношение к своей вере. Бог, душа, Царство Небесное были для них реальностью. И эти святые угодники Божьи, несмотря на то, что изменились названия, изменились территории, границы передвинулись, но что не изменится, это наше духовное родство с ними. Эти святые люди, они предстоят пред престолом Божьим и возносят молитвы за каждого из нас. А вот нам бы быть достойными их молитв. С праздником, братья и сестры! Хоманом Божьим И верою приступите. Благословен гряди во имя Господне. Мы видим, что духовенство из алтаря выносит святые чаши для того, чтобы народ Божий верующих людей причащать тело и крови Христовых. Пришедай в мир грешное спасти, от них же первая есть аз. Ищи веру, яко сей самое причистое тело Твое, и сей самая честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй мя и прости мя прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением, я же неведением. Исподобь мя неосужден, но причастится причистых Твоих таинств во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайная, днесь, Сыне Божий, причастника, причастницу мя прими, небо врагом Твоим тайну повем, не лапзани эти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни мя, Господи, во Царствие Твоем, да не в суд или во осуждении будет мне причащение причистых Твоих таинств, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите. Субтитры создавал DimaTorzok Несколько слов о том, как появился наш сегодняшний праздник, наше торжество всех святых в земле Волгоградской просиявших. 16 мая 2023 года Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил празднование Собора Святых в Волгоградской митрополии. От сего дня ежегодно в Третье Воскресение по Пятидесятнице, то есть Третье Воскресение после праздника Дня Святой Троицы, будут прославляться святые, просиявшие подвигом веры на Волгоградской земле. Исторически сложилось, что Волгодонской край так или иначе имеет отношение ко многим регионам современной России. Рязань, Саратов, Астрахань, Казань, Ростов-на-Дону и, конечно, Москва. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы чтим сегодня волгоградских святых, сродников наших, святителей и преподобных, благоверных князей и праведных, священномоченников и исповедников Церкви Русской. Первенствует же среди них святой благоверный князь Александр Невский. По словам известного историка профессора Игоря Яковлевича Фраянова, в опаснейших условиях иноземного Иго и наступления католического Запада на наши земли, сохранил, а по существу спас русское государство и русскую православную Церковь, тем самым обеспечив великое будущее России и ее народа. Мы знаем многогранность личности Александра Невского. Он явил себя не только как непобедимый воин, мудрый правитель, искусный дипломат, милосердный христианин, усердный молитвенник, но и как миссионер и просветитель. В 1261 году при поддержке и по благословению киевского митрополита Кирилла он основывает Сарайскую епархию с центром в золотоордынской столице. Сарайская епархия стала не только духовной опорой для находившихся здесь русских пленников и приезжавших у дельных князей, но и миссионерским центром для обращения ордынского населения в православную веру. Сарайская епархия Сарайская епархия Сарайская епархия Его трудами началась активная христианизация Волгодонского края. Он не только покровительствовал русской диаспоре орды, но и оказывал просветительское влияние на коренное население, результатом чего стало принятие православия многими видными представителями ордынской знати. Племянник ханов Батыя и Берке Даир Кайдагул родился около 1240 года. Познакомился со святителем Кириллом Ростовским, бывшим в Орде по делам церкви. Будучи впечатленным рассказами святителя Кирилла о жизни и чудесах святителя Леонтия Ростовского, Даир заинтересовался православием. В следующий визит в Орду святителя Кирилла, в который он исцелил от тяжелого недуга сына хана Берке, Даир попросил святителя тайно взять его с собой. В Ростове он принял крещение с именем Петр. Юноша жил при доме епископа, получил образование, впоследствии женился, став основателем дворянского рода Чириковых. Однажды во время охоты на привале озера Неро он увидел во сне апостолов Петра и Павла, которые повелели ему построить на месте своего явления церковь. Петр исполнил повеленное апостолами. Вскоре вокруг храма стала образовываться монашеская община. По смерти супруги Петр принял пострих и поселился в основанном им Петровском монастыре, Просеяв подвигами иноческого жития, Петр приставился в 1290 году. Преподобный Петр царевич Ордынский причистен к лику святых на Московском соборе 1547 года. Благоверный князь Михаил Тверской Значимость личности святого благоверного князя Михаила Тверского для Волгоградской земли заключается в том, что местом его мученической кончины стал город Сарай-Берке, куда ханом узбеком в начале 1310-х годов была окончательно перенесена столица Золотой Орды. Святитель Гурий, архиепископ Казанский. Будущий святитель Гурий в миру Георгий родился около 1495 года в селе Радонеж в обедневшей дворянской семье Руготиных. В молодости состоял на службе у князя Ивана Пенькова, но был оклеветан и заточен в темницу, где провел около двух лет. Еще во время своего заключения Григорий вступил на путь молитвенного подвига. После своего чудесного освобождения он удалился в Иосифа в Волоколамский монастырь, где принял постриг с именем Гурий. За восемь лет управления Казанской епархией, в состав которой входила территория современной Волгоградской области, святителем Гурием были основаны четыре монастыря, построен Благовещенский кафедральный собор города Казани и более десяти городских церквей, основано два училищных монастыря, которые стали центрами образованности и церковной миссии в многонациональном городе. Преподобная Арсения Сибрякова, игумения Усть-Медведецкая, родилась 3 июля 1833 года в богатой и знатной семье помещика Донской области генерала Сибрякова. В рождение получила имя Анна. Отличаясь любовью к изучению священного писания, в возрасте 17 лет поступила в Усть-Медведецкий монастырь, город Серафимовича Волгоградской области, где трудилась на общих послушаниях, также занималась иконописанием. Спустя 4 года была пострижена в Ресофор с именем Арсения, а через 5 лет в 1859 году в Мантию с тем же именем. В 1862 году Арсения была назначена казначеей монастыря, а после кончины игумении – настоятельницей. В 1864 году была возведена в Сан-Игумении. В подражании преподобному Антонию Киво-Печерскому, Игумения Арсения взяла на себя сугубый подвиг собственноручного строительства пещер, в которых она предполагала создать пещерный храм. Игумения Арсения скончалась от болезни в Саровской пустыне 3 августа 1905 года, была погребена в Арсеньевской церкви у Смедведевского монастыря. В дни революционных событий последующей гражданской войны мощи были сокрыты. Их местонахождение на настоящий момент неизвестно. Народное почитание Игумении Арсении началось сразу после ее кончины. Уже через несколько лет стали издаваться ее письма, которые заняли достойное место среди лучших произведений русской аскетической мысли. Игумения Арсения Себрякова прославлена в лике святых местно чтимых Волгоградской митрополии на заседание Священного Синода 21 октября 2016 года. Священномученик Гермоген Долганев, епископ Тобольский. Священномученик Гермоген в миру Георгий Ефремович Долганев, епископ Тобольский и Сибирский, родился 25 апреля 1858 года в семье единоверческого священника Херсонской епархии. С 21 марта 1903 года по 17 января 1912 года епископ Саратовский и Царицынский. После февральского переворота 1917 года был назначен на кафедру в Тобольск. 15 апреля 1918 года епископ Гермоген был заключен в Екатеринбуржскую тюрьму, а затем перевезен в Тюмень и доставлен на пароходе к селу Покровское. В ночь с 15 на 16 июня Владыка Гермоген был утоплен в реке Туре по пути в Тобольск. Священномученик Гермоген причистен к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. В период управления Саратовской и Царицынской епархией священномученик Гермоген понес великие труды в укреплении православного благочестия Волгодонской земли. За время его епископства в Царицыне было построено и освящено более 50 храмов. В частности, при его непосредственном участии основан и построен Царицынский Святодуховский мужской монастырь. Важным делом для святителя стало становление церковно-приходского образования и борьба с сектанством. Его попечения в Царицыне и Камышине были утверждены первые периодические церковные издания. Священномученик Николай Попов, пресвитер. Родился 6 мая 1864 года в семье статского советника Черкасской станицы войска Донского Харитона Ивановича Попова. Протерей Николай Попов нес свое священническое служение на разных приходах области войска Донского. Имел неустанное попечение о своей пастве. Родил о деле народного просвещения. В одни гражданской войны выступал против братоубийства, разделял жителями хутора Верхнегнутого, где служил все трудности и скорби этого времени. В конце марта 1919 года его арестовали по подозрению в связи с Белым Казачеством. Смертный приговор привели в исполнение в ночь с 8 на 9 апреля 1919 года на станции Морозовская. После освобождения округа от Красных родственники смогли отыскать и опознать тело мученика Христова. Его погребли за алтарной частью хуторского храма. Протерей Николай Попов был канонизирован 17 июля 2006 года причислением к собору новомучеников и исповедников Церкви Русской XX столетия, чьи святые мощи почивают в стенах великолепного воссозданного кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского. Церкви Русской Христа Преподобный мученик Сафроний Несмеянов Тверской родился в 1870 году в село Хрущевка 2-го Донского округа, ныне Волгоградская область. После окончания военной службы в 1908 году поступил послушником в Царицинский Святодухов монастырь, где принял монашеский постриг с оставлением имени. Исполнял послушание эконома монастыря. В 1910 году был рукоположен во иеродиакона, в 1915 году во иеромонаха. С этого времени служил в Саратове, затем переехал в Екатеринодар, где два года служил полковым священником в армии Деникина. По возвращении в Саратов в 1924 году вступил в борьбу с обновлянческим движением. Трижды был арестован. По возвращении из Северной ссылки в 1935 году отец Сафроний приехал в Тверь к архиепископу Фаддею Успенскому, чтобы просить место священника. Владыка направил его служить в сельский храм. 22 сентября 1937 года отца Сафрония снова арестовали по обвинению в антисоветской агитации. 1 ноября 1937 года тройка ОНКВД по Калининской области приговорила иеромонаха Сафрония к расстрелу. Он был расстрелян через день 3 ноября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле. Преподобный Владимир Терентьев, исповедник, игумен Засимовский, родился в 1872 году в деревне Шибаново Псковского уезда Псковской губернии. В 1901 году стал насельником Смоленской Засимовой пустыни. 28 марта 1907 года был пострижен в монашество с именем Владимир. С мая 1912 года подвязался в Царицинском свято-духовом мужском монастыре. Был назначен помощником казначея. 30 июля 1912 года рукоположен во иеродиакона. 5 августа того же года во иеромонаха. 8 августа 1912 года назначен временно управляющим царицинским свято-духовым монастырем. С апреля 1917 года вернулся в Засимову пустынь. В 1923 году возведен в Сан-Игумена. В этом же году пустынь была закрыта и преобразована в сельскохозяйственную артель. Отец Владимир прожил в ней до ее упразднения большевиками в 1927 году, после чего поселился в Сергиевом посаде, подрабатывая у частных людей в качестве кровельщика. Игумен Владимир Терентьев был арестован 5 апреля 1931 года и после краткого допроса в Загорске заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. 6 июня 1931 года коллегия ОГПУ приговорила отца Владимира к пяти годам ссылки. Игумен Владимир Терентьев скончался 3 марта 1933 года в ссылке в Казахстане и был погребен в безвестной могиле. Так, мы слышим с вами, что закончилось причастие прихожан и прозвучала торжественная аллилуйя, хвала Богу за Его милость и преподание нам Его причистых тела и крови. Игумен Владимир Терентьев Совершается перенос святых даров уже с престола на жертвенник, символизирующий собой Вознесение Господня на небо. Игумен Владимир Терентьев Игумен Владимир Терентьев Игумен Владимир Терентьев Игумен Владимир Терентьев Алилуйя, 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 Алилуйя. Простивримши божественность святых, причистых, бессмертных, небесных и животворящих страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа. Звучит благодарственная ягтинья, которые все присутствующие словами диакона благодарят Господа за великую святыню, за причастие. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и вовеки веков. С миром и святым, мой именит Господь. Вот священник исходит для чтения заамбонной молитвой. Заамбонная в православной церкви молитва, читаемая священником, в самом конце литургии, перед отпустом. Называется она так, потому что читается перед самым амвоном, в нижней части вот алтаря. И спрашивается благословение Божие на всех нас, на воинство, на духовенство, на верующих людей, чтобы нам с миром исходить из храма и расходиться по своим домам. Песня «Святому Духу, ныне и пресно, и вовеки веков». Аминь. Будьи имя Господне благословен от ини до века. Будьи имя Господне благословен от ини до века. Вот архипастырь и духовенство снова исходят из алтаря на середину храма перед святыми иконами, чтобы совершить чин славления, то есть прославить сегодняшних, ныне чествуемых святых в земле Волгоградской просиявших, исполнить тропарь в их память, вознести молитву и пропеть величание. Песня «Святому Духу, ныне и пресно, и вовеки веков, и вовеки веков». Песня «Святые земли Волгоградские, в обе с нами пристоят церкви, невидим, он за ней молится Богу, да сохранит нас православием, благочести, миром и благодетствием он родит и спасет души нас. Песня «Святые земли Волгоградские, 로сии» Песня «Святые земли Волгоградские, связи с ними просият субб Puesoa, ПЕСНЯ Ещё раз напомню, уважаемые телезрители, что сегодня мы с вами стали участниками, зрителями торжественного богослужения, божественной литургии, исторического события, первого богослужения в честь Собора Всех Святых в земле Волгоградской просиявших. ПЕСНЯ 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 На выход из храма по окончании богослужения за отпустом вспоминаются святые, в честь которых совершалось богослужение, в данном случае сегодня, Собора всех святых в земле Волгоградской просиявших. Их же и память ныне совершаем, святых и праведных Бога, Отецю Акима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеку любит. Собор наших, Волгоградских святых, это возвращение долга памяти тем, кто своими трудами, молитвенным потом, моченической кровью превратил некогда бесплодную пустынную степь в духовный оазис, который процвел якокрин или феникс происходящих вод. Эх, Господин, восхвалим наших духовных делателей на Неве Христовой, обильно насадивших семена православной веры, которые и до ныне восходят обильными плодами на духовной пажите. Будем же и мы в единстве и трудолюбии продолжать подвиг наших святых в прославлении, благоукрашении и сохранении святости нашей горячо любимой Волгоградской земли. ПЕСНЯ 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 народу земли русской. Дорогие братья и сестры, военное противостояние является испытанием, при котором мы еще более, нежели в иное время, призваны бережно хранить народное единство, молиться Богу, всеми силами поддерживать воинов и друг друга. Сегодня, когда на фронтах самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны, есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий. Вознося молитвы о мирном разрешении сложившейся ситуации, как предстоятель русской православной церкви, призываю одуматься тех, кто, взяв оружие в руки, готов направить его против своих собратьев. Пред лицом общей угрозы надлежит сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции. Как бы сложно это подчас ни было. Поддерживая усилия главы государства российского, направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашем стране. Молюсь сам и призываю всех архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян возносить сугубые молитвы о том, чтобы Господь сохранил мир и единство, поставленное под угрозу призывами к смуте. Да хранит Господь Россию, народ и воинство ее. Кирилл, патриарх московский и всея Руси. Ваше Высокое Пресвященство, досточтимый Владимир Иванович, возлюбленные братья и сестры, сегодня исторический день на земле Волгоградской. Сегодня мы впервые отмечаем день всех святых в земле Волгоградской, просеявших собор Волгоградских святых, который является собой пример, образ единства нашего общества, пример общества совершенного. Каждый из собранных в этом списке святых, трудился на своем месте, прославляя в своих подвигах не свое имя, а имя Божие, и прославляя свою малую и великую Родину. От лет древних и до ныне Волгодонская земля рождала своих героев, преподобных, праведных, мучеников, святителей и святых благоверных князей, управителей русского народа. Мы бесконечно благодарны Святейшему Патриарху Московскому Северуси Кириллу за то, что он на Священном Синоде утвердил этот день всеобщему читанию и празднованию. Благодарим Святейшему Иудыку за его слова, обращенные к нам, его всероссийской пасты, всегда имеющие особую силу и благодать, собирающие нас под покров Божий, открывающие и посвящающие для нашего ума вновь и вновь те духовные ориентиры и смыслы, которые помогают нам правильно выстроить свой жизненный путь. Дорогой Владыка Павел, мы сердечно благодарим вас за ваши апостольские труды, за то, что вы сегодня возглавили эту Божественную Литургию, молили Бога о мире во всем мире и приобщили благоградскую паству, святых христовых тайн и благодатью Духа Святаго. Вы – древний преемник этой сарайской земли. Мы благодарим вас и желаем от милостива Бога крепости сил, помощи Божией, духовной радости и многое-многое лето на вашем непростом, ответственном апостольском служении на благоцеркской русской и русской земле. И сердечно благодарю вас, дорогой Владыка Фёдор. Богое лето, Богое лето, Богое лето, Богое лето, Богое лето. Сердечно благодарю вас, дорогой Владыка Фёдор, дорогие преосвященные архипастыри и пастыри. Мы сегодня совершили Божественную Литургию в этом замечательном кафедральном соборе, который посвящен святому благоверному князю Александру Невскому. И, глядя на этот собор, особенно в сегодняшнее тревожное время, мне хочется сказать, вот что может сделать единство нашего народа. Ещё лет несколько тому назад даже никто и помыслить не мог, что может на этой земле быть создан этот великолепный собор. Но это стало возможным благодаря тому, что сегодня добрые взаимоотношения между епархией, метрополией Волгоградской, губернией и губернатором, и добрые взаимоотношения между митрополией и главой Волгоградской митрополии и губернатором Волгоградской области Андрею Ивановичем стало возможно создать этот замечательный собор. Низкая сердечная благодарность и низкий вам поклон, Андрей Иванович. Я ещё и ещё раз хочу сказать, вот что может сделать единство нашего народа. И очень печально, что происходит сегодня на западной части Российской Федерации. Не случайно Святейший Патриарх обратился ко всей пастве с просьбой сохранять единство, молиться о том, чтобы Господь умиротворил сердца всех тех, кто взял в руки оружие и пытается нарушить наш мир. Беседуя с людьми, иногда слышишь вопросы, с которыми люди обращаются и выражают недоумение, ну как же так, мы вот во Христа окрестились, вот вроде бы и мы и Богу молимся, у нас появляется то там, то здесь какие-то скорби, к которым мы, в общем-то, не всегда готовы. И почему же Господь не примиряет нас? Но я, отвечая на это, говорю всегда, что вы знаете, а Господь и не благословляет враждовать нам. Господь дал нам всё необходимое для нашей жизни, дал нам заповеди, исполняя которые, Господь будет пребывать вместе с нами. Но нарушая заповеди, мы сами нарушаем наш мир, мир и внутренний, мир и вокруг нас. И, конечно, то, что сегодня происходит, не следует нам всем впадать в отчаяние, а продолжать молиться и созидать мир. Мы с вами сегодня замечательно слышали апостольское послание, и мне думается, что это очень промыслительно в этот день, когда мы прославляем всех святых в земле Волгоградской просиявших. Вы слышали это послание апостола Павла, в котором он говорит о том, что надлежит быть скорбям в нашей жизни. Но пусть никто не смущается, потому что скорби рождают терпение, а терпение рождает опытность, а опытность рождает надежду, а надежда не посрамляет, потому что Господь через это и злил свою, через любовь и злил в сердца наши. И эта любовь должна действительно вдохновлять нас на дела добра, любви и милосердия. Мне хочется в этот праздничный день пожелать, чтобы мы никто не смущались, не впадали в отчаяние, а продолжали молиться, трудиться, благодарить за все Бога и творить дела добра и милосердия. Господь основал Церковь и даровал нам все необходимое. И благодать Святого Духа, как в те древние времена, так и в нынешнее, и до скончания века, будет вдохновлять всех людей на правильную и благочестивую жизнь. И память всех святых в земле Волгоградской просиявших свидетельствует о том, что не иссяк источник живой воды, не иссяк восхождение благодати Святого Духа на землю нашу. Благодать Святого Духа живет и животворит каждого, кто обращается к Богу в своих молитвах. И в этот праздничный день мне хочется пожелать всем вам помощи Божией в делах, трудах, в молитвах и в исполнении заповедей Господней. Но и пользуясь возможностью, поскольку я прибыл сюда по благословению Святейшего Патриарха, передать вам всем его первосвятительское благословение. Пусть благословение Божие и патриаршие добрые благопожелания пребывают на благословенной Волгоградской земле. Храните мир, храните веру православную, потому что в ней наше утверждение. Аминь. С праздником всех вас, дорогие братья и сестры! Всех причастников я поздравляю с принятием Святых Христовых Таин и желаю, чтобы они послужили каждому из нас во здравие тела и во спасение души. С праздником всех! Дорогой Владыка, в сегодняшний день Святейший Патриарх Московский Северский Кирилл достоил клирика нашей епархии своей высокой наградой и просим вас вручить эту Патриаршию награду. К дню празднования Собора Святых в земле Волгоградской просиявших Патриаршие награды Ордена Преподобного Серафима Саровского Третьей степени в связи с 60-летием со дня рождения удостаивается клирик Волгоградской митрополии председатель экспертного совета Волгоградской митрополии благочинный Дубовского благочиния протеерей Сергий Ермаков. С такой радостью я вам вручу. Вставайте вот сюда. Достоин! К дню празднования Собора Святых в земле Волгоградской просиявших медалью Волгоградской епархии священно-мученика Николая Попова пресвитера Верхнегнутовского в первой степени награждается митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Достоин! Аксиос! Не могу сказать, что достоин, но с благодарностью на молитвенную память приму с тем, чтобы я всегда вспоминал вас в молитвах. Медалью Волгоградской епархии священно-мученика Николая Попова пресвитера Верхнегнутовского третьей степени в связи с 45-летием со дня рождения награждается заведующий канцелярией Волгоградской епархии протеерей Алексей Зимовец. Благодарственными письмами митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора награждаются архимандрит Гавриил Головко, исполняющий обязанности настоятеля Свято-Духовского мужского монастыря города Волгограда. Иерей Олег Ивашенко секретарь епархиального совета благочинный Северного и Сталинградского благочинений настоятель Храма Святого Иоанна Кронштадтского города Волгограда. Игумение Анна Ерофеева настоятельница Свято-Вознесенского женского монастыря города Дубовки и подворья Храма Святого Иоанна Претечи города Волгограда. Поздравляем, Матрич. Спасибо. Еще и еще раз всех поздравляю с праздником. Всем желаю благословения Божьего, доброго здравия и праздничного настроения. Пусть Господь всех нас укрепляет и в вере, и в благочестие. С праздником всех! Спасибо. Воерне Волгограда. Воорне Волгограда. Волгоград. ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ